Рецептом старинного рязанского лакомства «Калинника» в наши дни с удовольствием поделятся гостеприимные и дружелюбные жители села Новая Березово Сасовского района. И не просто поделятся, но и накормят гостей. Угощение из ржаной муки с начинкой из калины жители этого далекого села по сей день готовят в печи по технологиям дедов и прадедов. Именно здесь, в ходе гастрономической экспедиции, рязанские рестораторы встретились с местной жительницей Ниной Павловной. Она и научила профессионалов кулинарного дела, ищущих новые идеи прямо в народе, как готовить калинник. Руками сами все проделали, имели возможность попробовать, еще как хлебосольная хозяйка, она с собой дала. Мы родным привезли, но правда, мы когда попробовали, этот вкус, он ни на что не похожий, интересный, мощный, но мы прямо влюбились. Вкус калинника действительно сложный, объемный, раскрывается разными гранями, от солоноватого, горького, до сладкого с небольшой кислинкой. Терпкий, как черемуха, запоминающийся, он точно не забудется тому, кто его попробовал. Здесь, конечно, вкус калины и яблок, и подчеркивается, черемуха в полном бой. Я думаю, что больше нет таких десертов с таким сочетанием. Исконная технология изготовления пирога занимает двое суток. Русская печь, особый замес теста. Рязанским мастерам удалось в ходе долгих экспериментов и поисков адаптировать процесс изготовления под современные условия. Но суть, идея и, главное, незабываемый вкус остались. В чем уникальность, мне показалось, во-первых, технологии запекания кондитерского изделия, но в капустном листе. Мы впервые с этим столкнулись. То есть, ну, понятно, всем известны голубцы, да, чтобы делали десерт, но капуста использовалась даже не столько для вкуса, сколько пергамент. То есть, как материал, который позволяет не сгореть. И который в процессе запекания становился фантиком таким и позволял еще сохранить долго продукт. И когда там, ну, внучки приезжали, ну, не знаю, какие-то там вещи, то есть он лежит, его расковыряли, и вот, пожалуйста, вам, ну, к чаю. В современный рязанский калиник, несмотря на то, что капустный лист в приготовлении в ресторанных условиях использовать необходимость от пала, тоже хранится долго. И его запросто можно купить как сувенир, чтобы привезти близким в другой город или даже страну, как напоминание о русском городе Рязани. А самое главное, что нашли ответ на вопрос гостей очень частый, что бы съесть вашего рязанского. Это очень частый вопрос, был до этого без ответа. Ответы были таковы, что попробуйте паэлью, у нас она самая вкусная, возьмите пиццу, не знаю, там, лазаньи, хинкали сумасшедшие там в нашем рязанском ресторане и так далее. Естественно, мы все это не отвергли, остаются в ресторанах блюда разнообразных кухонь, ну, потому что это такая все-таки возможность посредством еды перенестись куда-то там в свои воспоминания и так далее. Но практически в каждом ресторане уже ответ готов на вопрос, что бы съесть вашего. Сверху уже испеченный калинник покрывают глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Это дополняет весь спектр вкусов рязанского пирога сладким. Однако описать этот необычный и многогранный десерт словами – затея довольно неблагодарная. Чтобы почувствовать терпкость и незабываемый аромат калины, напоминающий о детстве и первых заморозках, горечь и слегка вяжущий оттенок черемухи, переносящий в цветущие майские кущи. Грубоватую фактуру ржаной муки, теплом августа обволакивающую душу, нежность джема и сладость глазури, переносящую к зимнему огню в печи бабушкиного дома. Все же стоит попробовать калинник и оценить этот новый, хорошо забытый старый рязанский пирог.